Наталья Христофорова, несмотря на свою всенародную известность, уважение, всеобщее признание ее заслуг, в обычной жизни человек очень даже не громкий, кроткий и может быть застенчивый. Ее деликатная интеллигентность обаяет всех, кто работает с ней, кто окружает и просто рядом. Немного семейной истории. Наталья – ровесница первонационального балета «Полевой цветок» «Сирси Мегель», в котором танцевал ее отец Иннокентий Дмитриевич Христофоров. Ее мама Тамара Александровна в девичестве Зотова училась в балетной студии, где и преподавал Иннокентий Христофоров. Симпатичная воспитанница, не могла оставить равнодушным молодого педагога, они полюбили друг друга и вскоре поженились. В 1947 году произошли два знаковых события в истории якутского балетного искусства. Первое. 29 июня на сцене Государственного музыкального театра студии состоялась премьера национального балета «Полевой цветок» «Зыркова» и «Литинского» на либлита Суруна Малона по народной сказке. Балет сочинил балетмейстер Владимиров Климов. А главную партию охотника Харахсенбергена с огромным успехом исполнил Иннокентий Христофоров. Он талантливо воплотил образ героя с ярким национальным характером. Единственный ведущий танцовщик труппы, он пользовался неимоверной любовью публики. Но после премьеры балета «Полевой цветок» стал национальным героем для своих современников. Впервые открыл им красоту классического балета в дуэте с Аксенией Посельской. В балетный спектакль Христофоров вложил свою энергию как танцовщик, как ассистент балетмейстера и педагог, помогая набирать и готовить большой состав карт-балета – 60 человек, неманса – 30. «Полевой цветок», как и премьеры оперы «Джулуяр Нюргун-Ботур», являлись главными событиями в юбилейной программе 25-летия Якутской АССР. Ну, а второе событие года – это то, что День Советской Конституции 5 декабря 1947 года подарил супругам Христофоровым рождение дочери Наташи в колыбели их балетной семьи. Самому за танца терпсихора подготовила благодатную почву для будущей выдающейся потомственной балерины. В свой назначенный срок родился талант, который через лет 20 будет воодушевлять современников своим искусством. Семья Наташи жила в то время по улице Лагерной 2 – это ныне улица Петра Алексеева – в двухэтажном деревянном доме, который еще недавно примыкал к четвертому магазину на площади Арджантидзе. Там жили многие известные деятели и артисты. Горожане так и называли его «Дом артистов». Тут же недалеко под Зержинского располагались учебные помещения музыкального театра-студии и республиканской детской музыкальной школы с интернатом, в которых отец Наташи и обучал будущие кадры балета. В детстве Наташа ходила, как все, в детский сад, училась в пятой школе и в 23-й, конечно, занималась в балетном кружке во Дворце пионеров. А вскоре комиссия из Новосибирска отобрала Наташу на учебу в Новосибирское хореографическое училище. Так и была решена судьба балерины Натальи Христофоровой. В Новосибирске в течение восьми лет, с 1958 года, она обучалась классическому танцу у талантливых педагогов Валентины Походеевой и Алисы Никифоровой. Входила всегда в число лучших учеников молодой сибирской школы, участвовала в детских номерах балетов Новосибирского театра и в отчетном концерте училища в Москве. После выпуска в родной Якутск Наташу сопровождала письмо, сообщавшее, что она профессионально самая сильная из всех предыдущих выпускников и что педагоги возлагают на нее большие надежды. Надо сказать, что выпускница Наталья Христофорова пришла в балетную труппу Якутского государственного музыкально-драматического театра имени Платона Аюнского долгожданным продолжением своего отца. Имя Христофорова с почтительным уважением произносили старейшие артисты драмы и с благодарной любовью его балетные ученики. Все с ностальгическим удовлетворением отмечали их внешнюю похожесть, та же миловидность, необыкновенная легкость прыжка и выразительность танца. Дебют Натальи на родной сцене состоялся с огромным успехом 23 октября 1966 года в балете Черумчуку Батуева. Наташа стала третьей Невгуяной после Евдокии Степановой и Клавдии Ивановой. А в ее сказочной героине проскальзывали черты современной девочки, и это более всего восхищало зрителей и отличало ее, как ее изящество, непосредственный юный артистизм. Партнером оказался первый исполнитель Черумчуку Афанасий Ефремов. Знаменательное то, что она танцевала с Тайоном Чукчуруйданом Лаврентием Микюрдяновым. Он был любимым учеником ее отца. Старшие коллеги помогли Наташе войти в атмосферу спектакля и в образ героини. Партия Невгуяны прошла через все последующее творчество Натальи, обогащаясь от спектакля к спектаклю, из года в год новыми красками, взрослея вместе с ней, набирая опыт, достигая мастерства, в стремлении к совершенству. Вот Наталья Христофорова являла тогда собой совершенно новый современный тип балерины на сцены. Это в первую очередь академизм классического танца, конечно, яркое своеобразие артистической индивидуальности, артистической натуры. Она сразу стала ведущей солистской, но оставалась по-прежнему труженицей и большой труженицей, всегда осознавая всю ответственность, возложенную на нее. Оглядываясь назад в ушедшее время, я снова вижу тоненькую фигурку Наташи в балетном зале, всегда подтянутую, сосредоточенную, выверяющую позу или движение по отражению зеркалей. Капельки пота на лице, гладкая головка, на ногах аккуратно связанные своими руками шерстяные гамаши. Весь ее вид всегда говорил о том, что она очень серьезно относится ко всему, что касается ее любимой профессии, вплоть до мелочей. Ну а как вчера стоит перед глазами по-праздничному шумная премьер Голубого Дуная. Помнится, как долго не умолкал шквал оваций зрительного зала в нашем старом здании театра, бывшем Троицком кафедральном соборе. Удивительная гармония темпераментного, харизматичного Алексея Попова в образе музыканта Франца и пронзительно юной чистоты Наталии Христофоровой в образе его подруги Анны, как бы весенним ветром, врывались в сердца людей, наполняя их восторгом перед их столь ярким молодым талантом. Абсолютные звезды, так бы их называли сегодня. Они действительно являлись кумирами студенческой молодежи, да и всего населения нашей республики, большого поклонники классического балета. Дуэт Попова и Христофоровой осознавался современниками таким же явлением в искусстве республики, как и гремевшая в те годы якутская графика Сивцева, Мунхалова, Карамзина. Вот за исполнение партии в балетах Черумчуков и Голубой Дунай Наталья и Алексей удостоились звание лауреатов премии имени Платона Аюнского. Но в истории якутского балета Наталья также остается непревзойденной легендарной жезелью. Она первая якутская жезель. В 1969 году это был серьезный экзамен на творческую зрелость для всей труппы, но премьера произошла все ожидания и в первую очередь благодаря талантливо созданному заглавному образу балета Натальи Христофоровой в партии жезель. В своей рецензии заслуженная артистка республики Мария Жорницкая писала тогда все движения от первого и до последнего Робеско вытекают из слова, из жеста. Вот жезель переживает драму. Она обманута в своей безоглядной любви. Это, несомненно, большая актерская удача. А во втором действии Христофорова добилась скульптурности, призрачности. Примером этому может служить большое адажо. В нем она передает плавные движения, округленные линии поз, бесшумные приземления, поэтичные взлеты. С рождением этой роли Христофорова еще раз продемонстрировала величие классического искусства, а в нем величие, совершенство актерского мастерства. В продолжении 20 лет служения родной сцене Наталья Христофорова создала целую галерею разнообразных талантливых образов. Сколько же было этих прекрасных героинь Натальи Христофоровой, созданных в дуэтах с Геннадием Баишевым, Анатолием Мултургашевым, Александром Яковлевым, Леонидом Андриановым. На этом фото Наташа после спектакля Ромео и Джульетта, шедшего в те годы на музыку-увертюры фантазии Чайковского. Здесь она с коллегами и отцом. Иннокентий Дмитриевич приезжал, чтобы увидеть ее дебют в партии «Дзулеты». Все годы в репертуаре Натальи Христофоровой такие образы, как «Барышня» из «Балетобарышни и хулиган», «Бакханка» из «Вальпургиевой ночи», «Седьмой вальсе «Мазурка» в «Шопиняне», ведущие и самые разноплановые партии в балетах «Кюнко», «Орды летят на север», «Апассионата», «Сианья севера», «Щелкунчик», «Гран-пайс балета Пахита», «Собор Парижской Богоматери», «Камень счастья», «Байдерка». Все образы, созданные балериной, наполнены только светом добра, только светом души и любви, так как она прирожденная лирико-романтическая балерина. Интерпретатор с очень тонкой художественной интуицией, идущей от глубокого профессионального интеллекта. Так одно из центральных мест в творчестве Наташи занимает незабываемый образ Золушки. В ее лучезарной сказочной героине было все – искренняя сердечность, озорная грация и простодушие, одухотворенность и поэтичность танца. Танец ее покорял легкостью, ювелирной чистотой техники, вариации и воздушностью полетов в дуэтах. Органичность образ Золушки во многом шла от ее индивидуальности артистической, да и в человеческом плане у Наташи очень многого общего с ее любимой героиней. Ведь и балетмейстер Алексей Попов задумал и ставил Золушку именно на балерину Наталью Христофоровой. Мастерство и талант ведущего мастера определили очень высокий профессиональный и художественный уровень таких партий, как Жизель, Золушка, Сильфиды Шапиняны, которому ныне следуют новые поколения якутского балета, развивая далее заложенные ею исполнительские традиции. В жизни Натальи Христофоровой было много интересных событий. Участие во втором всесоюзном конкурсе артистов, балета и хореографов в Москве в 1976 году. Выступление на Большом фестивале «Молодой балет России», творческие поездки в США, Панаму, Японию, участие в 26-м съезде в ЛКСМ. Это и киносъемки в художественном фильме «Утро долгого дня» Рижской киностудии режиссера Ады Неретницы, в котором Наталья снялась главной женской роли Анны с известным киноактером Улдисом Пуцитисом. В конце театрального сезона 1987 года Наталья Иннокентина станцевала последний раз с Чурмчуку, свою любимую партию Нергояны. И никто не знал тогда, что этим спектаклем, которым она впервые выступила в родном театре, решила попрощаться с родной сценой. Как когда-то и ее отец Иннокентий Дмитриевич, она перешла на преподавание. Обстоятельства жизни порой менялись, но главное оставалось. Наталья Иннокентина продолжала служить предназначенному судьбой, любимому делу, любимому балету. В течение девяти лет она обучала танцу детей в детском культурно-эстетическом центре и параллельно лет пять работала педагогом-репетитором в театре и затем снова вернулась к детям в студии Откровения Дворца детства. А с 2001 года по приглашению главного балетмейстера театра Марии Сайдекуровой уже на протяжении 20 лет она ответственный педагог-репетитор балетной труппы театра оперы-балета имени Савруна Малона. Работает с солистами над такими новыми спектаклями, о которых в свое время она могла только мечтать. Дом Кихот, Лебединое озеро, Сельфида, Спартак, Ромео и Джульетта. Уже сменилось не одно поколение, которому она, как педагог-репетитор, передает свой уникальный опыт из ног в ноги. Сколько же Нергуян, Жизели, Золушек и Ники, Адет Адили, Джульет и Фриги отражались в зеркале этого репетиционного балетного зала, рождаясь вместе с Натальей Иннокентийной в творческих поисках через семь потов. Всех артистов, солистов, мастеров просто невозможно перечислить. Это новые, славные, современные имена балета сегодня известны каждому поклоннику якутскому балета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я никогда не задумывалась о вещах, которые сопутствуют творчеству артиста. Известность, внимание, внимание прессы. Просто у меня была радость творчества. И если я это ощущала, то значит была счастлива. Всегда больше нравился процесс работы в балетном зале, когда можно пробовать все и не бояться, что не получится. Другое дело сцена. Там уже невозможно вернуть мгновение. Я никогда не отделяла себя от своих партнеров, которым очень благодарна за счастливые минуты сотворчества. Все это мне дорого и сегодня, как и мои героини в балетах. Балет – искусство молодых. Сегодняшняя труппа – это красивый, высокопрофессиональный коллектив, где есть очень талантливые, интересные солисты. Хочется пожелать им всем такой работы и творческой отдачи, которые бы полностью раскрыли их возможности. Ведь нужно успеть хорошо поработать. Ведь век артиста балета не так долг. Прошедшим в 2022 году Наталья Иннокентина Христофорова и первый национальный балет «Полевой цветок», в котором танцевал ее отец Иннокентий Христофоров, встретили свой славный юбилей – славное 75-летие. В сущности, в двух творческих биографиях и судьбах отца и дочери Христофоровых аккумулированы начало и почти вся эволюция классического балета республики на сегодняшний день. Это та золотая, та бесценная нить времен, которая никогда не прервется в своей преемственности, пока есть самый прекрасный из искусств – классический балет. Балет стал судьбой выдающейся талантливого мастера якутской сцены и педагога-репетитора Натальи Христофоровой. Она щедро дарит сегодня молодому поколению тонкие секреты, уникальные нюансы мастерства и свет своей души, которые и превращают профессиональное ремесло, профессиональную технику в подлинное искусство. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»